здравствуйте дорогие подписчики области моего канала меня зовут елена сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про 19 сентября про михайлов день а также как вы можете самостоятельно сделать практику на исполнение желаний великий праздник отмечаемый 19 сентября посвящен архангелу михаилу сотворившему большое михайлово чудо святой не только почитается церковью как отважный борец против нечистой силы но и также любим и простым народом люди не без оснований считают его защитником от злых сил и помощников трудной ситуации многие обращаются к нему с просьбой исполнить самые заветные желания и архангел михаил не отказывает в искренней просьбе идущие сердце даже людям не относящимся к христианской вере особенно популярны различные практики которые необходимо проводить только исключительно михайлов день итак если вы хотите самостоятельно сделать практику то она делается очень легко для исполнения заветного желания и этот ритуал не привязан к временным рамкам его можно проводить как утром так и в дневное время или даже вечером но действует он только 19 сентября поэтому начаться и закончится он должен до полуночи вам понадобится нож который нужно положить на стол и простая свеча ее нужно обязательно зажечь далее когда вы все подготовите вы должны смотреть на пламя свечи думая о своем желании постарайтесь ощутить что ангел которому вы обращаетесь рядом с вами и слышит ваше желание и вот после этого вы должны сказать такие слова архангел михаил пред божьими воинами стоял ими руководил копье в руках держал от гнева его нечистый дрожал а предводитель небесного воинства распалялся праведной силой наполнялся крыльями невидимыми небо застилал слуг божьих призывал чтобы каждый день поднялся на лошадь и забрался а доме забыл к серебряному дворцу прим был в том дворце дева терновом венце руках сосуд хрустальный за спиной горнтальни над которым архангел воспарил он желание мое осуществил мечом клянусь архистратигу михаила помолюсь что с уст моих прозвучит на то он мне подсобит говорим один раз теперь вы должны произнести заветное желание говорим в настоящем времени один раз потом берете нож правой рукой и должны его лезвием погасить свечу все далее свечу вы должны завернуть в любую светлую ткань поместить за иконам если иконы нету вашем доме то спрячь то где увидит посторонний можно даже в личные вещи хранить сверток нужно пока загаданные не сбудется как только это произойдет то обязательно это все нужно просто отнести подальше от дома и закопать если вдруг у вас нет такой возможности закопать то можно просто выбросить сверток все этого будет достаточно и вот посмотрите как ваше желание будет исполняться также в этот день очень хорошо сделать практику на замужество желания бывают разные многие девушки мечтают выйти замуж за любимого человека но что делать когда возлюбленный не обращать внимание или сердце до сих пор свободно в то время как уже многие нашли свою судьбу поможет обращение к святому если по какой-либо причине не удалось провести практику 19 сентября это разрешается сделать еще 21 ноября так как этот день тоже посвящен архангелу михаила но лучше все таки провести в этот день для практики вам понадобятся две свечки в идеале если вы приобретете тонкие так как их вам нужно будет потом скрутить спиралью что вы делаете вы после заката солнца вечера 19 числа зажигаете две свечки и говорите такие слова архангел михаил на тебя одного уповаю к твоей помощи взываю людям ты помогаешь просьбы осуществляешь на меня посмотри жениха приведи пошли ко мне достойного хорошего и благопристойного истина вот эти слова говорим три раза далее что вы делаете закончив говорить вы должны эти свечки затушить и соединить их закрутив спиралью затем положите перед сном под подушку а на следующий день их можно просто выбросить все вот святой обязательно направит к вам вашего суженого а чтобы узнать когда это произойдет постарайтесь проснувшись вспомнить свое сновидение в эту ночь так как сон в эту ночь будет вещи но даже если вам так и не удалось восстановить в памяти приснившиеся не переживайте это значит только то что святой посчитал что вам пока рано знать дату встречи с любимым конечно хочу вам дать на этот день сильную молитву на благополучие главной ее особенностью помимо того что произносить нужно только михайлов день является тот факт что сработает она только если произнести нужные слова с чистыми помыслами кроме того очень важно когда вы будете читать слова молитвы ни в коем случае нельзя сбиваться идеальное время для проведения этой практики считается полдень молитву произносите нужно перед зажженной свечой однако допускаются вариации если по какой-либо причине у вас нет возможности провести это день дома то можно обратиться к архангелу в дороге находясь в гостях просто проговорите тогда весь текст мысленно повторяя его как можно дольше важно помнить что в этом случае воздействие слабее поэтому к молитве нужно возвращаться снова пока не наступит время сна это если у вас нет возможности сделать это в своем доме после прочтения этой молитвы вы почувствуете прилив сил появление защиты к вам жизнь придет везение а желание сбудется само собой а слова молитвы очень простые именем любви божественного света и огня защитным кругом окружаю себя вокруг щит из божественных сил правит им сам архангелу михаил истина вот легкие слова их вам нужно сказать три раза все этого достаточно и вот посмотрите как вашей жизни будет идти только благополучие и везение